На минувшей неделе вся политическая жизнь Украины сосредоточилась в Ялте. Там прошел 10-й ежегодный форум ЕС, Ялтинской Европейской Стратегии. Так сокращенно называется это мероприятие. На форум приехали едва ли не все крупные украинские политики. Там были и президент Виктор Янукович, и премьер-министр Николай Азаров, и оппозиционеры Виталий Кличко, Арсений Яценюк, Юрий Луценко. Иностранных гостей тоже было немало. Больше того, я бы сказал, давно в Ялте не было такого представительства. Там был Билл Клинтон, экс-президент США, и его жена Хиллари, которая, как предсказывают многие, может стать следующей хозяйкой Белого дома, первой в американской истории, экс-премьер, точнее, экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, бывший министр финансов США Ларри Саммерс, 54-й премьер Италии Марио Монти, еврокописар Штефан Фюли, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, министр иностранных дел Польши Радок Сикорский, и прочее, и прочее, и прочее, как говорится. В этом году дискуссии на Ялтанском форуме были как никогда жаркими, и это неудивительно, потому что всего лишь через два месяца, в конце ноября, решится без преувеличения судьба Украины. Будет ли подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом? В Ялте искали ответ на этот вопрос. Подробности в сюжете моей коллеги Ольги Черваковой. В парламенте уже привычная картина единства во имя евроинтеграции. Депутаты приняли еще два закона из европакета, и все так же абсолютным большинством голосов. За 384 решения принято. Европейский политический бомонд пьет шампанское и нахваливает Украину. В Ялте слет евроинтеграторов. Все ближе в Вильнюсский саммит, где мы ожидаем подписания соглашения. Мы видим огромную мобилизацию украинских политсил. Вчера правительство страны утвердило проект соглашения об ассоциации. Парламент проголосовал за законы из евроинтеграционного пакета. Это вселяет оптимизм. Здесь, в Ливодийском дворце, это уже традиция. Каждый год в середине сентября тут обсуждают украинский европейский вектор. Пожалуй, впервые за 10 лет существования форума. Погода непривычно прохладная. Для этого времени года всего 20 градусов. Отсутствие курортной атмосферы компенсировано непривычно жаркими дискуссиями. Виктор Янукович выслушивает неудобные вопросы в присутствии всего европейского политбомонда. Юрий Луценко призывает президента немедленно освободить Тимошенко, подписав указ о помиловании. В переносном смысле вы в разных весовых категориях. Сидайте, пожалуйста. Поэтому не берите на себя зайвого. Может быть, нет больше зацикавленной люди, чем я, чтобы мы это вопрос решили. Но ответ на это вопрос лежит в площадке находления компромисса или ответа за участью Тимошенко. Мы платим за газ больше, чем Европа, приблизно на 150 долларов. И это наслідки подписания угоди, ганебной угоди 2009 года. Оппонент Януковича Даля Грибаускайте, президент Литвы. Именно в этой стране состоится столь важный для Украины саммит. Украинской власти ответили, газ для России всегда был политическим инструментом. У нас нет Тимошенко, но мы платим больше, чем вы. Я уверен в том, что вы помиляетесь. Скажите, пожалуйста, какая цена у вас? 479 долларов. 479 долларов? А мы платим сегодня 529 на сегодняшний день. Потом скидка 100. Так это цена, при чем тут скидка? Скидка – это база, військовая база. Тому жарты здесь, тут дуже-дуже погані для нас. После публичной схватки президента и оппозиции, нескрываемый оптимизм еврочиновников сменился резким тоном высказываний. Освобождение Тимошенко уже не попросили, а потребовали в ультимативной форме. Даже все вот эти промежуточные договоренности о законах, о изменении в прокуратуре у вас и так далее, они в финале тоже не сработают, если не будет весь пакет до конца завершен. То есть Тимошенко является пунктом этого пакета. Что президент Янукович сказал, было положительно, но не совсем ясно. Он сказал, что по настоящим законам это невозможно, но вообще не исключил, что это изменяется. Я слышал, президент Янукович сказал, что разрешит Тимошенко поехать лечиться в Германию, но я не слышал, чтобы он сказал, что он отпустит ее на волю. В том-то и вопрос. У Украины есть такая большая возможность, и я очень переживаю, что она может быть неиспользована. Подписывать или не подписывать соглашение об ассоциации Европарламент будет решать после того, как заслушает доклад миссии Петта Кокса и Александра Квасневского. Вот он, человек, которому хотят понравиться и власть, и оппозиция. Я так много провожу времени в Украине, что жена иногда спрашивает, нет ли у меня там другой семьи. На что я отвечаю, да, есть. Это господин Янукович и госпожа Тимошенко. Одно из самых харизматичных выступлений Ялтинского форума. Хилари Клинтон вселяет еврооптимизм в украинских политиков и призывает их сделать шаг в сторону Европы. Прекрасный украинский шоколад, как и другая ваша продукция, может быть экспортирован в любые страны мира. Эти слова срывают аплодисменты, но вовсе не потому, что речь о сладостях зашла во время ужина. Украинские экспортеры услышали в них поддержку в недавней торговой войне с Москвой, запретившей ввоз на свою территорию кондитерских изделий из Украины. Это не только похвала украинскому шоколаду, это была поддержка других отраслей нашей промышленности. Никто не верит, что грузинская минеральная вода, молдавское вино, украинский шоколад, литовские сыры вредны для здоровья россиян. Очевидно, Россия предприняла неадекватные шаги, которые прямо противоречат правилам Всемирной торговой организации. На бурную дискуссию о европейском выборе Украины Кремль отреагировал только под конец второго дня. И то дистанционно. Мы не давим ни на одну из стран в вопросе выбора дальнейшего пути экономического или политического развития. Утверждая обратное, вы фактически отрицаете национальный суверенитет страны, будь то Украина, Молдова или Армения. Российская политическая элита дружно проигнорировала Ялтинскую европлощадку. Едва ли не единственный, кто ее посетил, советник Владимира Путина Сергей Глазьев. Вот как он не давил на Украину. А кто заплатит за дефолт Украины, который становится неизбежным? В этом случае украинских валютных резервов хватает всего лишь на полгода. Согласно одному из исследований, в случае вступления Украины в Евросоюз, ее ВВП вырастет до 12%. А если страна выберет таможенный союз, произойдет наоборот падение экономики. Но вопрос не в цифрах. Это ценностный выбор. Украина находится, я бы сказал так, между двумя великими монстрами. Европейским союзом и Россией. И это мы чувствуем каждый день. И игнорировать, или как-то легко относиться к этому положению, мы не можем. За два президентских срока его неоднократно упрекали в много векторности. Леонид Кучма вспоминает. И в его времена давление со стороны России было обычной практикой. И сейчас никакой это не эксклюзив. Починаючи с кассетного скандала, это не тиск. Взагали не тиск, а провокация самонатуральная. А Тузловый, забыл про Тузловый. Это как же переверка? Выбачьте, Украина на вшиве. Вытремай Украину, или нет. Еще один экс-президент, пожалуй, самый почетный ВИП-гость, Билл Клинтон, указывает на слабое место Украины. Энергозависимость. Экономический кризис – это кризис природных ресурсов. Именно с ним надо бороться, чтобы победить в политической игре. Технологии нам помогут. Этих слов как будто ждало украинское правительство. Оно уверяет, модернизация производства с целью уменьшения энергозависимости – задача номер один. Если мы свою, так сказать, доминную печь не будем реконструировать, не будем заменять более современными методами выплавки стали, то эта доминная печь остановится. Нам предстоит в течение 10 лет пройти очень трудный путь, но альтернативы ему нет. Очень приятно, что усилия украинского правительства оценены, и было подчеркнуто, что мы находимся на правильном пути для достижения энергетической независимости. Белый зал Ливодийского дворца, где два дня бушевали страсти по Европе, украсили механической абстракцией Демиана Херста. Основатель форума говорит – это символично. Очевидно, это образ новой Европы, нового поколения. Мне кажется, тут есть определенное соревнование синего и желтого цветов. Думаю, это образ новой Украины, которая будет успешной. Символизм происходящего перед Вильнюсским саммитом стал сюжетом еще и для анимации. Сталин, Рузвель и Черчилль, собиравшиеся здесь на историческую встречу в 45-м году, оживают в образах современных политиков. Тогда в Ливодийском дворце мировые лидеры делили Европу. Гримасы истории теперь на этом же месте уже современные политики обсуждают, как ее объявить. Ольга Червакова, Вадим Ревун и Максим Кошелев. Подробности недели – телеканал «Интер». Ваш покорный слуга тоже был участником форума в Ялте. Правда, не смог пробыть там до самого конца. Нужно было, во-первых, возвращаться в Киев, готовиться к нынешнему выпуску. Да еще по пути завернуть на одну очень важную съемку. О ней чуть позже. Но все равно удалось поговорить со многими участниками форума и с зарубежными политиками, и с журналистами, и с политиками украинскими, как представляющими партию власти, так и оппозицию. Ну, в короткое время, отведенное мне для моих комментариев в студии, очень сложно подробно рассказать обо всех впечатлениях. Конечно же, то, что происходит сейчас в отношениях между Евросоюзом, Украиной и Россией, вот в этом извечном треугольнике – это большая политика. Это отчасти очень серьезная торговля. В какой-то степени даже вот та торговля, которая порой бывает за карточным столом – покер. Потому что все делают вид, что у них очень хорошие карты, а подчас эти карты не такие уж и хорошие. Есть всевозможные страхи, например, звучали голоса, что вот после таких жестких инвектив со стороны представителей оппозиции в адрес президента, вот той полемики фрагмента, которую вы видели, якобы такой страх появился, что могут европейцы ужесточить позицию, скажем, по самому больному вопросу о судьбе Юлии Тимошенко. С другой стороны, вот мои личные наблюдения говорят о том, что в действительности многие европейские политики, а в особенности воспоставленные еврочиновники, очень хотят, едва ли не больше, чем некоторые украинские политики, чтобы все-таки вот этот шаг был сделан, и в ноябре было подписано соглашение об ассоциации Украины и ЕС, потому что для них это еще и вопрос собственного карьерного успеха. В общем, об этом мы еще не раз поговорим в нашей программе. Еще я хотел бы, наконец, приоткрыть историю про ту съемку, на которую мне в минувшую субботу пришлось завернуть. Дело в том, что я давно уже прослышал про то, что, оказывается, президент Украины Виктор Янукович играет в теннис. Сам я теннисист, и мне стало страшно интересно посмотреть, а как он играет, хорошо ли. Ну, и я набрался наглости, и в перерыве после выступления Януковича напросился посмотреть на то, как он играет в теннис. А Янукович, возможно, скажи, а завтра приезжайте, вот и посмотрим. И мы приехали. Что мы там увидели, расскажем отдельно. Последняя очень важная мысль, которую я хотел бы сказать, в дополнение к тому сюжету, который мы вам показали. Выступление Хиллари Клинтон. Мое ощущение, моя оценка. Перед нами выступал, возможно, будущий президент США. Ну уж, во всяком случае, точно кандидат в президенты. Вполне вероятно, что в 2016 году Америка впервые выберет хозяйкой Белого дома женщину. Это будет первый случай, когда в одной семье было сразу два президента. Сначала муж, а потом жена.